Добрый день, мои друзья! Добрый, жаркий июльский день! С вами Любовь, да, и мой канал Next Station. И следующей станцией у нас сегодня с вами будет разговор о бассейне. Оставайтесь со мной, кому это интересно. Как я очищу бассейн, какими средствами я очищу бассейн, как я добиваюсь в июле, уже как бы вторая половина июля, каким образом я добиваюсь чистейшей воды в бассейне. Я человек эмоциональный, поэтому, скорее всего, я буду всё и показывать, и делать с эмоциями. Итак, конечно, хочется купаться в чистом бассейне. У меня действительно долгое предисловие, ну, те, кто меня смотрит. Оставайтесь со мной, хоть у вас сейчас мало осталось, поскольку летние отпуска, и я вижу, просмотров мало. И тем не менее, я рада даже вам, 400 и 500 зрителям. Так вот, каждый хочет купаться в свежей и прозрачной воде, чтобы там было по минимуму микробов. И чтобы ухаживать за бассейном, то, конечно же, нужно оставаться здесь, на даче. А если мы уезжаем, то в целях безопасности, конечно же, слово «конечно», по-моему, 20 раз сказала, конечно же, мы выключаем и фильтр, и, в общем-то, электричество, которое подпитывает всю систему бассейна. Это понятное дело. И, предположим, уехав на два дня, бывает так, что с грустью приезжаем и смотрим, что творится с бассейном. Но благо песочный фильтр очень быстро справляется с проблемами, которые происходят за два дня. Да, скиммер великолепно справляется. И тот самый пылесос, водный пылесос, который работает без электричества за счёт напора воды. Поэтому сейчас я вам покажу, что я делаю и какую химию я на сегодняшний момент использую, и какую химию я перестала уже использовать. Оставайтесь со мной. С вами Любовь. Ну и так, сегодня у нас чистка бассейна. Два дня нас не было. И вот я смотрю, скиммер великолепно выполнил свою функцию. И собрал вот такой слой цветущих серёжек. Вообще великолепно. Сейчас я вытащу скиммер. С ведёрочком. Вытаскиваю аккуратненько, чтобы в бассейн это всё не попало. Можете посмотреть, сколько скиммер сегодня набрал за два дня. Вот сейчас бы это всё плавало бы на дне бассейна. И хотя манометр показывает, что ещё на зелёной границе, с жёлтым-зелёным, я хочу прочистить сам фильтр песочный. Ну а здесь совсем просто. Перевела в эквош положение рычага. И сейчас буду выкачивать. Ну где-то, наверное, тонны две мне нужно выкачать. Сейчас покажу, куда у меня сливается вода. И вот в эту канаву вдоль нашего забора. Вон она, вдоль нашего забора. Да, мам, льётся, да, стекает вода. Правда, здесь уже надо чистить. Да, мам, идёт вода. Так что вот совсем не сложно обновить воду, практически не используя химии. Практически. Великолепно. Выкачал. Теперь ставим на промывку. Самого песочного фильтра. И ещё на 20 минут выкачивания. Итак, я сделала все манипуляции. И я вижу, что очень хорошие показатели у манометра. Видите, стрелка опустилась практически до нуля. Вообще супер. Так, с чего начинаем генеральную уборку. Вот мой любимый робот-пылесос. Вы уже видели, как он работает в действии. Вот так он ползает по дну, едет по дну. У него своя программа, мне так кажется. Работает, повторюсь, не от электричества, а от напора воды. И вот такую грязь он сейчас собрал со дна. Одной рукой не очень удобно. Снимать. Аккуратненько, потому что всё пластмассовое. Вот то, что он мне собрал. Те года, очень много лет, я собирала всё это таким насосом. Очень было неудобно. А здесь вот он ползает, ползает. И за сутки, там за полтора суток, вот он такую вот грязь понасобирал. Промывается очень легко и быстро. Вот таким образом. Вот так вот промываем. Санитарный день, я так поняла, сегодня. Большой санитарный день. Мне очень интересно, как он погружается. Ну нет, Саш, не включай пока, пускай погрузится. Вообще такое завораживающее действие. Когда опускается пылесос на дно. И повторюсь, что он сам всё чистит. А путём напора воды. Сейчас плывёт. Нет. Поплыл? Я его не вижу. Куда он там побежал? Он сейчас хлебнёт, Саш. Не хлебнёт, не хлебнёт. Ему нечего хлебать. Он просто выплёвывает воздух. Боже. Всё. Поехал работать. Поехал работать. Поехал работать. Он на задних колёсах, я смотрю, вообще. Супер. Давай, 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 давай. Сюда, сюда. Я хочу... Пытает там, видишь как. Вот, сейчас, сейчас опустился на дно. Я вообще могу стоять у бассейна бесконечно. И смотреть, как пылесос чистит бассейн за меня. О-о-о-о-о, сейчас ко мне заберётся. Так, вода у нас сейчас 25 градусов. Я не люблю такую воду. Я люблю попрохладнее. Вот, наливаем сейчас воду из колодца. Где-то 2 тонны выпечили. Мы 2 тонны сейчас закачаем. Вода опустится всего лишь на 1 градус. Ну, или на 1,5 градуса. Так что, вода у нас постоянно обновляется. Ну, и так. Всем известный альгетин и хлоритекс. Фирмы Марко Пул. Так получилось. У меня уже было видео. Пока у меня наливался бассейн 34 тонны. А наливался он у меня только из колодца. Естественно, что из колодца очень долго всё наливалось. Практически 12 дней. Что и произошло за 12 дней, кто смотрел моё видео. У меня вода зацвела. Зацвела она из-за того, что как раз цвела берёза, цвела сосна. Поэтому срочно заказала в интернет-магазине и нам привезли альгетин и хлоритекс. То, конечно, альгетин хорошо было бы использовать до залива воды. То есть обработать стенки на несколько часов. А потом заливать воду, чтобы не оставалось на стенке бассейна цветущих водорослей. Ну, мы сначала залили воду, а потом уже воспользовались химией. Для начала я обработала хлоритексом, как говорят производители, по-моему, там где-то 70 или 80 грамм на мои 34 тонны. И затем те же, столько же грамм я добавила альгетина. В течение суток вода действительно стала прозрачной. И меня это не могло порадовать. Но вода стала пахнуть техническим раствором. И заходить в воду совершенно-совершенно не хотелось. Ну и благодаря огромнейшему количеству комментариев и советам, которые мне дали не только мои подписчики, а случайно заглянувшие люди, я им настолько благодарна. И мы стали с ними даже переписываться по e-mail в личных сообщениях. То есть посторонние люди находили меня на почте и писали, чтобы они ещё советовали, и как устанавливать бассейн правильно, и какую химию использовать. И я благодарна нескольким человекам, которые мне посоветовали, где зовут басс. Сначала я прочитала инструкцию. Я понимаю, что вот этой химией я накупила на полторы тысячи рублей. И когда я почитала инструкцию Дизавит Басс, я поняла, что вот это можно, наверное, выбросить. Кстати, это только моё мнение. Оно подлежит оспариванию, и вы можете с этим не согласиться. Так вот, я воспользовалась вот этим составом. Его тоже нужно сейчас где-то 40 грамм на 34 тонны, и вода живая. Производитель обещал живую воду. И я её проверила. Здесь у меня маленький прудик на моём участке, где несколько лет у меня живут рыбы. Они там зимуют, заливаются в ил, маленькие карасики и бычки. Я на менее ценных членах экипажа, как говорится, испробовала. То есть, взяв ведро воды из бассейна, а когда я заливала вот эту химию, бычки погибли. И два. Когда я взяла вот эту воду из бассейна, они живут. То есть, у меня в бассейне живут рыбы. Осталось их там только найти. Минус, минус альгетина и хлоротекса. Есть минусы, конечно же. Помимо того, что я вам ещё сказала. Технический перерыв. 18 часов. То есть, распад вот этой, даже полураспад, я сказала бы, вот этой химии. 18 часов и оставляет запах технический. В этой воде нужно купаться сразу. Это не реклама. Я просто говорю свои мысли и свой опыт. А мой опыт многолетний был таков, что мы использовали. У нас 17 тонн стоял бассейн два года. До этого ещё там, ну, меньше, конечно, тонн. Мы использовали 48 килограмм соли. И у нас стоял хлорогенератор, который вырабатывал хлор за счёт того, что у нас соль. Ну, натрий-хлор. Школьная программа распадается на натрий, на соль и хлор. Не буду сейчас вдаваться в подробности, но не нравился мне хлорогенератор. И я вздохнула спокойно, что всё, с этим покончено, с хлорогенератором, потому что очень много проблем было. И мы перешли на химию. На безопасную химию. Ну, в общем-то, всё про химический состав. Кто-то меня спрашивал, использую я перекись водорода. Нет, я её не использую. Я про неё ничего не знаю. И ничего хорошего, и ничего плохого, заметьте. Я про неё пока сказать не могу. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»